Всем привет! Меня зовут Илья, и сегодня я расскажу о секретном ракетном двигателе Третьего Рейха. Вы, конечно, знаете большую любовь нацистской Германии к различным вундерваффе. Многие изобретения немецких ученых были часто оригинальными инженерными решениями, но не слишком удачными при реальном использовании. Многие разработки, несмотря на то, что были все еще прототипами, ближе к концу войны получили толчок к развитию в виде фергельтунгсваффе – оружия возмездия. И, наверное, одним из самых известных и удачных таких примеров является разработка ракеты V-2. Конечно, это немного избитая тема. На основе V-2 Вернер фон Браун создавал ракетную программу США, в том числе и летавший к Луне Сатурн-5. На основе V-2 Королев создавал свою знаменитую «семерку» R-7, на которой в итоге в модификации «Восток» летал Юрий Гагарин – первый человек в космосе. V-2 – это, так сказать, мать всех ракет. И многие ее компоненты используются по сей день в своем развитии в современных ракетах. Сама V-2 в качестве топлива использовала 75-процентный спирт и кислород в качестве окислителя. В целом, вне зависимости от топлива, будь то спирт, керосин, метан или водород, тяга ракеты создается за счет сжигания топлива. Главное, эти самые компоненты – горючее и окислитель – подавать с нужной скоростью и в нужной пропорции в камеру сгорания. Для того, чтобы это делать, используются насосы. Точнее, даже так – турбонасосы. Чаще всего насосы работают от той же топливной смеси, что и сам двигатель. Так, в случае Элона Маска в двигателе Merlin 1D используется пара керосин RT-1 и кислород LOX, а в Raptor – пара метан-кислород, как в двигателе, так и в турбонасосе. В советском, и теперь Российском Союзе, в семерке, как и в V-2 используется другой внешний турбонасос, работающий на совсем другом топливе – на перекиси водорода. И для его работы не нужно ничего сжигать. И чтобы рассказать об этом, вернемся из 1945 года в год 1925. И вернемся не к ракетам, а к подводным лодкам. Немецкий инженер Гельмут Вальтер занимался двигателями внутреннего сгорания для военно-морского флота Германии. Работая над двигателем для торпед, он задумался над тем, что в некоторых соединениях уже есть кислород, и хорошо было бы найти такое топливо, богатое кислородом, для которого не нужно будет использовать внешний источник кислорода – окислителя. Ну, внешний воздух или дополнительный бак. И такое топливо действительно нашлось – перекись водорода. Перекись при воздействии катализатора может разлагаться на кислород и тепло. Более того, тепло приводит к тому, что газ, кислород расширяется, создавая давление, которое можно использовать и, ну, в конце концов, если этот подогретый кислород подавать в камеру сгорания обычного двигателя, то повысится его эффективность. И в 1925 году он запатентовал свою идею, а в 1934 году открыл свою компанию «Гельмут Вальтер Командит Гизель Шафт ХВК». Свою идею он решил предложить оберкомандодер Крикс Марин, высшему военно-морскому командованию Германии. Правда, идея столкнулась со скептицизмом и буксовала до 1937 года, пока ее не поддержал адмирал Карл Денец. В 1939 году было начато создание подлодки прототипа V-80. В 1940 году во время испытаний лодка развела скорость в 23 узла в подводном положении, что было вдвое больше, чем у любых других лодок того времени. Несмотря на этот успех, построено лодок типа 17 было всего 3 штуки, заложено было 7. Такое небольшое количество связано с тем, что несмотря на все преимущества двигателя на перекиси водорода, получение самой перекиси в большом количестве было достаточно сложной задачей для Германии тех лет. Две лодки были затоплены в итоге по окончанию войны, а после войны одна оставшаяся лодка у 1407 была перевезена в Британию. Там ее изучили и использовали уже под именем HMS Meteorite. И на ее базе было построено еще две лодки HMS Explorer и HMS Excalibur. Конечно, с участием и с помощью того самого Гельмута Вальтера. Впрочем, нас интересуют не столько подводные лодки, сколь ракеты, правда? В V-2 турбонасос Вальтера используется для питания топливом основного движка. То есть горячий газ, кислород крутят турбину и приводят в действие насос, перекачивающий жидкость. Но ничего не мешает использовать эту работу и этот газ напрямую, пустив в сопло для получения реактивной тяги. В 1936 году команда Вернера фон Брауна заинтересовалась наработками Вальтера и решила попробовать установить двигатели на перекиси водорода на самолеты. Так родился проект первого в мире реактивного истребителя Хенкель Хе-176. Первые версии двигателя использовали два компонента. Тиштоф – это 80-85% перекись водорода с небольшим добавлением стабилизаторов , а также Зиштоф – водный раствор катализатора перманганата натрия или кальция. В дальнейших разработках, например, в Мистершмитт МЕ-163 Комет используется уже реактивная турбина, а не прямая камера. Правда из-за того, что продукты распада Зиштоф остаются в камере и на лопатках двигателя, что часто приводило к их заклиниванию, жидкостную версию впоследствии сменят на версию с камерой с сухим катализатором. И, собственно, останется только один расходующийся компонент – перекись. Проекты Хе-176 и МЕ-163 станут революционными, но далеко, опять-таки, не массовыми. Тем не менее, реактивные двигатели на перекиси водорода найдут применение в системах быстрого ракетного взлета Рато-Джато не только для военных, но, например, даже для эвакуационных миссий в Найроби для гражданского самолета DH-106 Комет. Двигатели на перекиси водорода будут использованы в системах курсовой устойчивости ракет, например, в Х-15, на капсулах Mercury и Gemini, а также используются ракетными энтузиастами для постройки экологически чистых ракет. Про одного энтузиаста Джона Кармака я уже упоминал в своем видео про Drake 5M Рыжие Сони. Создатель Dooms в своем стартапе Armadillo Aerospace в качестве ракетного двигателя использовал двигатель на перекиси водорода. Также во время разработки двигателя компании Blue Origin Джеффа Безоса, это основатель Amazon, одним из первых прототипов двигателя был испытан двигатель BE-1 с каталитическим разложением перекиси с тягой в 9 кН, это 900 кг. Вместо запоздалой ремарки. Вероятно, ни вы, ни я не являемся сторонниками теории плоской земли, фантомного времени или антивакцинаторства, но все-таки вынужден признать, что есть некоторые, которые можно приписать к сверхъестественным теориям факты. Одним из таких фактов является гипотеза о множественном открытии, она о том, что большинство научных исследований и изобретений делаются независимо и более или менее одновременно несколькими учеными и изобретателями. Не знаю, верите ли вы в это или нет, в то, что Маркони и Попов разработали радио независимо друг от друга, Александр Лодыгин или Томас Эдисон придумали лампочки, не зная ничего о работе друг друга, верите или нет, но что-то вроде этого произошло и со мной и этим видео. Вы, мои подписчики, предлагаете мне время от времени заняться еще же РД, жидкостными ракетными двигателями или хотя бы гибридными ракетными двигателями, которые используют как твердое топливо, так и жидкий окислитель. И вот, любопытство ради, как-то раз я листал интернет. Моя идея родилась благодаря случайно попавшей на глаза статье про гибридные ракетные двигатели. Статья Стивена Уидмера, Кристофера Мартина и Дэниэля Меркли из Государственного университета штата Юты от 2018 года описывал разработку двигателя на основе горючего из напечатанного на 3D принтере пластика, керосина и кислорода, получаемого из разложения перекиси водорода. Эти компоненты меня заинтересовали, особенно странный катализационный блок. И я начал копать в этом направлении. Нашел еще несколько статей у поляков и у НАСА о чистых зеленых двигателях на каталитическом разложении перекиси. Решение было за малым купить Тиштоф и Зиштоф, а также другие детали и попробовать все в деле. Но, собственно, примерно в то же время в конце лета месяца три назад у Интекза вышло видео по той же самой тематике о двигателе на перекиси, а потом спустя некоторое время еще и второе. Не скрою, что я повзаимствовал один из дизайнов у него. И вообще на его фоне мое видео, которое вышло только сейчас, смотрится вторичным, но дальше дело ваше верить, что это были два независимых проекта или считать, что это повторение его экспериментов. В любом случае Интекза крутой чувак и мне хотелось, наверное, даже с ним немножко поработать. Хотя не могу не сказать, что иногда меня сильно раздражает его подход, что все его эксперименты лишены по крайней мере наглядных расчетов и снятия показаний. Движок где есть, а вот какая его производительность не ясно. Сегодня это я постараюсь исправить. Вторая ремарка. В начале видео вы видели дисклеймер. Но для этого видео я еще раз проговорю голосом. Все эксперименты опасны и повторять их не следует. Я провожу все опыты с соблюдением техники безопасности в респираторе, очках, перчатках в открытом помещении. Несоблюдение техники безопасности ведет к тяжелым последствиям. Концентрированная перекись водорода может нанести тяжелые химические ожоги за секунды. Катализаторы на основе марганца и его пары губительны для нервной и дыхательной системы человека, а при прямом контакте в концентрированном виде могут также вызвать химические ожоги. Не повторяйте эти опыты и я вас предупредил. Итак, в основе реакции лежит простая реакция разложения перекиси водорода путем добавления в него катализатора. Катализатором для разложения могут выступать различные вещества. Чаще в движках, упоминаемых в НАСА, используется множество серебряных или вольфрамовых очень мелких решеток. Либо, по аналогии с оригинальными двигателями Вальтера, можно использовать соединение марганца-перманганата. У Вальтера в состав зиштоф входил перманганат натрия или кальция. В наших условиях более привычен перманганат калия или попросту марганцовка. Марганцовка после некоторых событий попала в список контроля за оборотом химических веществ. Марганцовка – это очень сильный окислитель, собственно, поэтому она используется в небольшой концентрации для обеззараживания ран и в более высоких для остановки крови при сжигании. Так всегда было и раньше в аптеках марганцовку можно было купить тоннами. Теперь такого нет, увы, нет. Но в менее концентрированном виде 40-50% можно купить в садовых магазинах, как средство от вредителей. Не думаю, что это будет большой проблемой, потому что мы все равно собираемся марганцовку разводить водой. Что касается перекиси, чем выше концентрация перекиси, тем больше эффект, что логично. Больше выделяется кислорода и меньше остается воды. Обычная перекись в аптеках имеет концентрацию 3%. Такой перекиси достаточно, чтобы устроить фонтан, извержение модели вулкана, так называемая пена для слона, но недостаточно, чтобы быстро выдать много газа для создания рабочего давления. Поэтому нужна концентрированная перекись. Я заказывал 50% перекись 3 раза и каждый раз мне обещали ее привезти, но так и не привозили. В итоге я плюнул и взял 37% перекись в магазине химических реактивов. Но вообще концентрированная перекись продается как средство для дезинфекции бассейнов с концентрацией в 37 или даже 60%. Правда объемом по 10 литров или 20. А для эксперимента мне как бы стопка-то и не надо. Идеальная же ракетная перекись должна быть близка к 100%. Обычно имеет концентрацию 97%. Но как и в случае со временами Гюнтера Вальтера, на практике для любительского использования можно постараться добыть перекись процентов 80-85. Проблема использования и получения перекиси в концентрации больше 80% в том, что она перестает быть стабильной. А для получения уже недостаточно ее просто выпаривать над вытяжкой, а нужен защищенный вакуумный стенд. Чтобы вы понимали, что значит нестабильная, это значит, что перекись склонна к спонтанному распаду, выделению кислорода, что может привести к пожару. Выделяющийся кислород может поджечь окружающие предметы, а при большой скорости поверхности разложения к взрыву. Собственно, 37% перекись за неделю тоже неплохо так разлагается, и если держать ее в закрытой таре, что делать категорически не рекомендуется, делает пшик, как при открытии газировки. Итак, чтобы понять, в какой пропорции делать водный раствор марганцовки для 37% перекиси, надо было бы воспользоваться расчетом. Но давайте попробуем экспериментально. Я приготовил раствор 1 к 10. Более концентрированной сделать сложно, марганцовка начинает уже плохо растворяться. Сейчас налито 3 мл зиштов. И, облачившись в персональную защиту, начинаем по капельке добавлять перекись. И еще. И еще. Пока реакция не останавливается. И еще. И еще. И еще. И еще. И еще. В общем, это можно делать бесконечно. А дело в том, что в реакции разложения выпадает нерастворимый осадок. Помимо каустического поташа, на дня осаждается диоксид марганца. Если поташ нас не интересует, то если наливать перекись аккуратно, то из тары будет выходить только кислород с примесью водяного пара, а осадок будет оставаться внутри. Даже если вся марганцовка полностью прореагирует, то перекись все равно продолжит разлагаться за счет диоксида марганца. Диоксид марганца это отличный катализатор, который хотя и нерастворим в воде, и из него не сделаешь зиштов, но его можно использовать как начинку для катализационной камеры. В случае зиштов, осадок будет выкидываться из двигателя, так что, ну скажем так, будем использовать 37% раствор перекиси водорода и 20% раствор марганцовки. Для смешивания двух компонентов нужно изготовить саму камеру не сгорания, а реакции для двигателя, и поставить на нее инжектор и сопло. Здесь я повзаимствовал вортексный инжектор у Intex, но нарисовал сам сопло с изменяемым диаметром критики. Сопло и инжектор я печатаю на 3D принтере из ABS пластика. Температура газа на выходе около 100 градусов, поэтому пластика хватит вполне. Но все-таки лучше использовать ABS HIPS, а не PLA, потому как последний размягчается при температуре в 50-60 градусов. Скручиваю движок воедино. Приклеиваю на суперклее в 40-мм акриловой трубе. И, поставив на стенд, можно идти на испытания. Безопасность превыше всего. Поехали. Извиняюсь, первую часть я не писал, и в ней у меня отвалился один из входов инжектор. Так как он вклеен, его уже не достать обратно, поэтому наливаем раствор марганцовки внутрь, а в оставшийся вход через шприц наливаем, точнее впрыскиваем перекись. Что-то так себе. Еще раз. Реакция выглядит как-то совсем невнятно, учитывая первичные испытания. Давайте проверим, что не так. Постоявший немного зиштов превратился в невнятную жижу. Если добавить в нее перекись, то она как бы кипит, но не сказать, что как-то эффективно разлагает перекись. Я использовал садовую марганцовку, и что-то в ней добавлено такое, загуститель или что, что делает ее невозможной к применению, по крайней мере после нескольких минут ожидания. Давайте ее уничтожим. На замену этому недоразумению я возьму 99% перманганат калия из советских запасов. Мне его очень жалко, но что поделать, наука требует жертв. Еще раз добавляю в камеру движка и впрыскиваю перекись. Ну вот, совсем другой результат. Двигатель, стоящий на рельсе, хотя и я упирал шприцом, чуть ушел назад. Значит, хотя бы минимальная, но тяга есть. Давайте все повторим, но уже на стенде. Для стенда я хочу использовать уже сопло с меньшей критикой, а также все-таки подавать топливо не вручную из шприца, а автоматически. Для этого в качестве помпы я буду использовать электронасосы. Я заказал два небольших аквариумных 5 вольтовых насоса, которые можно было бы по габаритам и весу установить на ракету. Также я напечатал на принтере мини топливные баки. Насосы к двигателю подключаются по силиконовым трубкам. Между насосом и двигателем в обязательном порядке ставится миниатюрный обратный клапан. Он, конечно, так себе держит давление, но лучше чем ничего, чтобы пустить реактивную струю обратно в бак с топливом. На стенде я буду использовать питание через адаптер 220 вольт в 5 вольт. Насосы сбоку. Правда, как показал первичный прогон, емкость 35 мл для топлива слишком мала. Хочется большей длительности все-таки. Поэтому, опять-таки, для теста я буду использовать просто емкости с 200 мл жидкости и погруженные насосы в них. Сопло и инжектор, уже упрощенный, я рисую под внутреннее крепление 40 мм полипропиленовой трубы для горячей воды. Распечатываю на принтере. Затем сажаю сопло и инжектор в трубу на герметик. Дополнительно фиксирую по торцам саморезами. Итак, тесты. И оно работает. Но видно, что тяга совсем небольшая, а насос качает качками, а не равномерно. Тяга десяток грамм, что совсем грустно при весе и габаритах всей конструкции. После работы двигатель оставляет густой след из осадка едкого калия и диоксида марганца на 2 метра от себя. Хотя при работе я не могу сказать, что компоненты топлива напрямую уж так вытекают, но явно катализатор работает не очень-то и эффективно. Ладно, вариант 2. Использовать сухой катализатор. В качестве катализатора стоит использовать гранулы диоксида марганца. Но я их тоже заказывал в хеммагии и мне их тоже не привезли. Можно было бы разобрать толстую круглую батарейку и достать марганец из нее, но мне лень таким заниматься, поэтому пойдем простым путем. Нарисуем несколько блоков сеток решеток, распечатываем их на принтере, а затем вымочим их в концентрированном растворе марганцовки. Аккуратно, с помощью щипцов, не трогая руками, каждую шайбу погружаем в раствор. Убеждаемся, что марганцовка пропитала каждую шайбу и оставляем сушить шайбы на несколько часов при низкой температуре не выше 60 градусов. Да, это конечно приведет лишь к тому, что мы выпарим воду, а в шайбах останется перманганат калия, но это тоже неплохо, потому что при работе движка перманганат распадется, но диоксид марганца, пусть и с гидроксидом калия, останется на решетках, хотя бы частично. Итак, распечатываем инжектор с одним входом, только под перекись, и снова скручиваем двигатель вместе и идем на повторное испытание. Этот движок работает намного лучше, но все еще сколь-нибудь разумная тяга не создается. Все, я сдаюсь. Что ж, напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. У меня закончились реагенты, так что, ну что, эксперимент оказался неудачным, это не мое, руки не из того места. Ну, скажу честно, я бы скорее удивился, что жидкостной ракетный двигатель получился бы с первого раза, тем более в габаритах 50-мм модельной ракеты. Как по мне, так оно наоборот, что эксперимент, хотя и не привел к созданию рабочего двигателя, но все-таки показал, в принципе, возможно создание оного. Для получения тяги нужно создавать нужное рабочее давление. Как и в случае с карамельной ракетой, этого можно добиться двумя способами. Имея более эффективное топливо, в данном случае более концентрированную перекись водорода, либо увеличивать массовый расход топлива. В карамельной ракете в твердотопливных двигателях это достигается путем увеличения площади горения топлива, а в случае с GRD – количеством или скоростью подачи топлива в камеру. То есть, используемые мной электронасосы качают топливо слишком медленно. Для решения этой проблемы в реальных двигателях используются турбонасосы или источники создания давления в топливной системе – баки с сжатым газом, чаще всего азотом или гелием. Тот же результат с реактивным скейтом у Intexus достигается за счет такого нагнетенного из баллончика газа. И вот тут возникают вопросы. Моей мотивацией к созданию GRD была возможность использовать движки, пусть и не самые мощные, зато с потенциально длительным временем работы в модельных ракетах. Плюс иметь возможность произвольного включения и выключения двигателя, например оставив часть топлива для управляемой по аналогии с Falcon посадкой. У Intexus получилась большая, размашистая система из компонентов, но при желании все можно собрать в компактном виде для установки в 50 мм ракету с баллончиком. Минус данного решения – это время работы движка, которое будет сопоставимо с ТТРД, то есть он будет буквально равен 1 секунде или меньше. Да, у такого движка должны быть характеристики даже с учетом веса лучше, чем у карамельных движков, но я-то хотел другого. Альтернативно можно поставить несколько нагнетателей или нагнетатель большого объема, что конечно повлияет на габариты и на вес ракеты. Но как минимум успешные стендовые испытания проводили и в Blue Origin и проводят любители. Вторым вариантом является установка турбонасоса нагнетателя в ракету. Но я, честно говоря, боюсь себе представить габариты и вес такого решения. Вообще использование электрического топливного насоса не самая лучшая идея. В реальном ракетостроении можно назвать только две ракеты с такой системы. Это Электрон с двигателями Резерфорд и Рокет 3 от Астроспейс с двигателем Дельфин. Вернусь ли я к этому проекту? Ну посмотрим. Может и да, если найдутся новые компоненты, вписывающиеся в модельные габариты и вес. Еще зависит от вашей поддержки, от лайков, комментариев, подписок и донатов. Не забывайте делать это, если вам понравилось видео. Ну на этом все. С вами был Илья. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok